Лисы, волки, дикие кабаны. Животные, которые встречаются в наших лесах часто. А что, если бы по земле ходил мохнатый мамонт? А ведь так и было сотни тысяч лет назад. Тогда было широкое развитие степных пространств. И в степях преобладают очень крупные млекопитающие. И вот мы видим тут, что были крупные представители быков. А еще олени, носороги, лоси. Это одна из последних находок. В суклейском карьере нашли челюст рагонтирьевого слона, предшественника мамонта. Высотой животное было почти 5 метров. Вот так выглядели его коленные суставы. А это зубы. Самые тяжелые и крепкие. А это останки изогнутого бивня. Размеры впечатляют. В этом кабинете древний слон точно бы не поместился. Этой челюсти почти полмиллиона лет. Много, да? Но даже возраст останков древнего слона кажется пионерским по сравнению с этим экспонатом. Знакомьтесь, представитель морской фауны, существовавших каких-то 500 миллионов лет назад. Что это такое, я не могу вам сказать. Это какие-то кишечно-полосные животные были, но ничего про них не известно. Потому что в то время у животных не было скелетов. Это было время бескелетной фауны. Вообще не было скелетов. Они были все мягкотелые, но они смогли все-таки остаться вот в таком отпечатке. Каждая штучка – это животное. Это отдельная осыпь. Что-то родственное медузам или кораллам. В тот же временной период, чуть ближе к береговой линии древнего водоема на месте нынешнего Днестра, обитал и трилобит. Прапрапрапрадед рака – это одна из самых старинных находок. Это такой членистоногий, ползучий. Вот он вот так ползал по дну этого древнего бассейна и ел ил. Из ила он потреблял питательные вещества. В геолого-палеонтологическом музее ПГУ большая древняя коллекция. Вот эти мощные рога примерно 300 тысяч лет назад венчали череп доисторического бизона. Из-за того, что он пролежал в реке, можно сказать, несколько сот тысяч лет он пролежал, представляете? И он, конечно, очень вот стал таким каким-то пористым, таким вот коричневым от гидроокислого железа. И вот они вот так вот, все два рога, у них такие были два рога, они были очень крупными, эти бизоны. Впрочем, для науки размер не всегда имеет значения. К примеру, самыми ценными экспонатами считаются зубы. Почти карта памяти. По ним можно определить вид и возраст животного, каким был климат и чем питался хозяин останков. Если же мы находим вот такие останки, видите, вот такие, вот такие вот кости, это конечности. И их сложно идентифицировать и сложно сказать, что это было за животное. Эти отложения, они все образовались в результате деятельности Днестра. Днестровские воды несли эти осадки, несли эти обломки, все это накапливалось. Получается, вода сберегла для нас историю. Олени, носороги, лоси, древние слоны когда-то обитали на территории Колкотовой балки. Сейчас в коллекции музея почти две тысячи древних экспонатов. Ученые уверены, в недрах Земли осталось еще много бесценного материала.